Камера, запись пошла сейчас тихо. Кадр один, дубль один. Это режиссер Сергей Яковлев снимает свой четвертый короткометражный фильм. Кино он занимается уже 11 лет, правда с перерывами, в свободное от основной работы время. Свои фильмы отправляет на международные фестивали. Один из них взял три номинации, в том числе и в Лос-Анджелесе. В конце концов, я надеюсь, что я перейду на тот уровень, когда искусство или то творчество, которым я занимаюсь, поможет мне существовать в принципе и не заниматься, например, коммерцией. Ну, пока этого не получается, пробуем как есть. Если бы мне было просто кайфово от того, что я снимаю кино, я бы, наверное, переехал в Москву и работал бы на съемочной группе, в какой-нибудь съемочной группе в составе какого-нибудь серьезного фильма. Кино в Хабаровске есть, только в основном документальное. В 30-х годах прошлого века по всей стране появились студии кинохроники, в том числе Дальневосточная. Они снимали 4 киножурнала в месяц и до 30 фильмов в год. В регионе создавалось 10% от всего объема, производимого в Советском Союзе документального кино. Сейчас эти студии тоже существуют, но снимают гораздо меньше. До 4 фильмов. На экранизацию придуманной истории и художественное высказывание. Вообще мало кто решается. Кадр 4, дубль 1. Виталий, не вспомнил. Ты здесь не вспомнил. Все вспоминаешь. Все, вот так. Давай. В Комсомольском колледже Сергей Яковлев отучился на дизайнера архитектуры. Потом решил продолжить обучение, но уже в Хабаровском политене. Тем более, что после колледжа он мог поступить сразу на третий курс. Но парень случайно наткнулся на объявление о наборе в Институт культуры. Специальность режиссура театра показалась похожей на режиссуру кино. Долго Сергей не размышлял. Со мной мама, правда, не разговаривала. Очень долгое время она реально думала, что я просто все бросил. И это было, как сказать, предательство с моей стороны. И вот в 2009 году настало первое лето, когда Сергей не вернулся домой. Он остался в Хабаровске, чтобы снять свой первый короткометражный фильм. На полторы тысячи рублей ели лапшу, бегали, снимали по дворам. И у нас такой был очень триллер, боевик сюжет. Так вы видели бы, как он дробануло. Вот он, красавчик. Давай про это установили. Да, все нормально. Включите свет. Уроды! Вас из всех посадят! Да вас же куча народа увидела! Вас фотографировали, на видео снимали! Отпустите меня! На киноавантюру он подбил университетских приятелей. Одни собирались на море, другие привычно провести время с родителями. Но в итоге все снимали фильм. Вообще кино – командное искусство. Вот так выглядят типичные титры полнометражного фильма. В данном случае это Собибор Хабенского. Здесь только над декорациями и реквизитом работали 52 человека. Над обоими фильмами мы работали небольшим составом. И, в принципе, сейчас почти все здесь присутствуют в этом помещении. Это Дима Комков. Дима Комков. Это оператор фильма «Спасенного». «Портрет незнакомки» – это человек, у которого композиция кадра заложена в корнях и в инстинктах вообще, в принципе. Я ему полностью доверяю. Это Саша Гриценко, художник по свету, как во втором фильме. Саша Курносов как раз подключился к нам на проект «Портрет незнакомки». Все массовые сцены, которые, в принципе, есть в фильме, это его работа в плане организации. Вот Саша Вольхин сидит как раз, работает сейчас над триптихом об искусстве и старается сделать так, чтобы больше людей об этом узнало. Это Стас Манько, звукорежиссер и звукооператор фильма «Портрет незнакомки». Движение кисти по холсту, делали шум толпы. Из этого хаоса звуков собрал нашу крутую звуковую картину. С ребятами из своей команды Сергей познакомился, пока работал ассистентом в Хабаровском ТЮЗе, монтажером на телеканале, оператором в продюсерской компании. Вообще верится, что у нас и кино? Почему нет? Конечно верится. Мы такой же город, ну, понятное дело, поменьше, чем Москва, но тем не менее. У нас такие же крутые люди работают, ну, вообще есть в Хабаровске. Мне все верится. Приготовились 19-й кадр Дубль-3. Та команда, которая пытается доказать и всем остальным, и себе в частности, что территориально, хоть где мы были бы, но мы можем делать вот это кайм. До Сергея Яковлева в Хабаровске предпринимались попытки снимать художественное кино. Но завершенных проектов единицы. Большинство, в том числе громко анонсированные, умирали во время производства или даже до него. Одни режиссеры так и не могли собрать команду. Другие месяцы тратили на доведение фильма до голливудских стандартов, в итоге не доводя ленту до зрителя. А вот другие дальневосточники кино снимают на уровне московских коллег. В Якутии и Бурятии есть целая индустрия – киношколы, киностудии и даже местные онлайн-кинотеатры. Их фильмы в местном прокате обыгрывают по сборам голливудские блокбастеры. Причина – этническое направление и государственная поддержка. В Хабаровске не так. Почему у нас невозможно кино? Ну, серьезно, вот у нас на Дальнем Востоке оно невозможно, потому что у нас нет индустрии техники, например. То есть, если я бы, например, Сережа Яковлев, да, поехал бы в Москву, и у меня бы какие-то деньги, я бы пошел, взял бы в аренду профессиональную кинокамеру, профессиональную кинооптику. У меня была бы профессиональная картинка, как на мировом уровне. У нас даже имея эти деньги, ты ничего не сможешь делать, потому что у нас нет этой возможности. Поэтому нам приходится там изощряться и придумывать способы сделать ощущение, что это профессиональная картинка. Или на уровне профессиональной картинки. И вот это, кстати, было сложным процессом – искать вот эти скрытые секретики в вопросе качества. Секретики – это, например, подходящие объективы с достаточной глубиной резкости. Давайте сравним. Этот фильм Сергей снимал в 2015-м на обычную камеру, а этот – через три года и уже со спецобъективом. Обе работы для фестиваля любительского кино «Точка возврата». У нас нет ничего. И единственная поддержка у нас по факту является «Точка возврата» в этот фестиваль. Потому что где ты можешь показаться, чтобы тебя увидели много людей на большом экране? Только там. Где тебя оценят профессиональные люди? Только там. Большое спасибо. Хотел бы организатору сказать за этот фестиваль. Он дает очень большой пинок под зад. Фестиваль с начала городского уровня на деньги муниципального гранта вырос в дальневосточный с поддержкой президентского. В «Точке возврата» участвуют 11 субъектов. И Сергею Яковлеву уже дважды дают гран-при. Первый фильм «Спасенный» кроме того взял номинацию «Драма» на фестивале в Лос-Анджелесе. Стой! 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 Пришел к выводу. И что? Вы молодцы. Вы доказали, что в Хабаровске можно снять кино на хорошем уровне, чтобы тебе могли руку пожать. А дальше-то что? Полный метр? Нет. Полный метр? Нет ресурсов, нет возможностей. «Портрет незнакомки» – еще один фильм, взявший гран-при «Точки возврата». Это только одна часть большого проекта. Сергей и его команда взялись за триптих об искусстве. Зачастую сталкиваюсь с такими вопросами. Черный квадрат бы я и сама нарисовала. И это меня очень всегда всю жизнь коробит. И о том, что я понял, что у нас нет этого моста между большинством и людьми, очень специфически понимающими в изобразительном искусстве. Современное искусство сложнее для восприятия, чем классическое. Для его понимания важно знать среду создания, логику автора и его биографию. Чтобы у тебя твоя чувственная палитра от какого-то вида изобразительного искусства взыграла, скажем так, у тебя нужно больше иметь знаний, чем больше рецепторов нравится или не нравится. То есть нужно понимание, на что это похоже хотя бы, а к чему это идет отсыл, и где берутся корни, откуда там, из русской классики или из, не знаю, импрессионизма, или вот от таких вещей. Сейчас идет работа над первой частью триптиха. В главных ролях художница-акционистка. Она сама является жертвой, наверное, социальных сетей, потому что каждый лайк от ее поста в Инстаграме веревка будет накручиваться на один миллиметр. И чем больше лайков она получит, тем больше накручится веревка. Оставшиеся два фильма уже не получится снять за свой счет. Дорого команде обойдется аренда помещения, организация массовки из 50 человек и строительство настоящего эшафота. Здесь режиссером вряд ли получится быть, в хабаровском смысле. Потому что у нас нет, опять же, индустрии, поэтому какой-то режиссер без индустрии. А художником здесь быть можно быть. Вот подходят, жмут руку, говорят, что я никогда не думал, что у нас в городе такое возможно на таком уровне и такие серьезные темы затронуть, что начинают верить вообще в принципе в том, что удаленность – это не грех. Сергей и его команда доказывают, что делать фильмы с настоящей киношной картинкой. Актерами, которым веришь, и историями, которые меняют зрителя, можно вне зависимости от наличия индустрии в городе. Они любители, которые мечтают стать профессионалами и делать качественное кино в Хабаровске. Помочь им может каждый из нас, оплатив билет за просмотр. Тогда у команды появится возможность снять следующий фильм. Субтитры создавал DimaTorzok